Сегодня стартует благотворительная акция Garage Sale, в ходе которой вы можете приобрести какую-нибудь вещь небезызвестных в Латвии людей, тем самым помочь нуждающимся детям-сиротам. И поэтому сегодня, этим утром мы пригласили в гости трех девушек, организаторов этой акции, которые уже подробнее расскажут, что же из себя представляет эта благотворительная акция. Доброе утро! Они представляют организацию «Лабо Дарбо Фабрика» Ксения, Наташа и Ирена. Доброе утро! Спасибо, что так рано пришли в нашу студию. Итак, для тех, кто не знает, что такое Garage Sale, что собой представляет эта акция? По сути, Garage Sale – это благотворительная распродажа. Сам Sale уже предполагает, что вещи, которые мы продаем, так или иначе, являются либо совсем малопользованными, либо в некоторых случаях новыми. Но вот на этот Garage Sale обычно приносят вещи наши латвийские модницы, которые не привыкли постоянно прямо до дыр, что называется, занашивать вещи. Один раз, два надел, и потом уже ты понимаешь, что вот все, уже теперь эту вещь выбросить жалко, а второй раз иногда не наденешь. И вот с расчетом на это мы обратились к нашим подружкам, в первую очередь, известным в Латвии людям, и артистам, и певцам, и даже художникам, ко всем с просьбой. Принесите, мол, нам свои вещи, а мы их по символической цене продадим. Вам выгодно, вы почистите свои шкафы. Кто-то из тех, кто придет, купит. Он купит себе обновку за вполне адекватные, где-то даже символические деньги. Ну, вы, девушки, представляете разные профессиональные сферы. Кто-то работает в медиасфере. Вот Наташа Олесик, известная радиоведущая, все мы ее знаем. Ксения Мликова представляет сферу недвижимости. Ирена работает в пиаре. Но что заставило вас вот вместе собраться, и как родилась идея вам вместе организовать благотворительную акцию? Вообще-то это была инициатива Ксюши изначально. Мы с вами переписывались, по-моему, это было на Фейсбуке, я уже не помню. Ксения говорит, вещей много, что делать. Я говорю, ну как что делать? Давай продадим, отдадим на благотворительность. Она говорит, классная идея. Сможешь подключить своих девчонок? Да. Помню, ты тогда привела пример Собчак и с ее Garage Sale. Ну, вот, в принципе, мы сделали в похожем формате. А то, что мы все представляем как раз-таки разные такие профессиональные сферы, это только помогло. Ну, то есть, действительно, тут и пиар, и медиа. Дополняем друг друга. Дополняем свой профессиональный опыт. А идею вы взяли с Ксенией Собчак, правильно? Ну, скажем так, за основу да, потому что вот это вот передо мной все, что называется, развивалось. И я поняла, что вот он тот самый формат, который оптимально подходит для меня, и который точно понравится Ксюше. Мы все это обсуждали, в результате перешли к выводу, а почему бы нам не попробовать? Первый раз все прошло, на самом деле, успешно, успешнее, чем мы даже предполагали. И было это четыре года назад, если я не ошибаюсь? Нет, это было три года назад. Четыре. Или четыре? Четыре. Помещение было первый раз у нас относительно небольшое, но отклик, действительно, наших друзей, подруг, известных персон в Латвии, той же прессы, он был настолько благоприятным, хорошим, и мы просто были в восторге сами от своих результатов. И, мало того, мы уже с первого раза смогли помочь существенно тому дому, который мы выбрали, это был интернат. Нет, это был центр, реабилитационный центр. Да, реабилитационный центр. Для детей, пострадавших от насилия. Он находится в Латвии, далеко, и нам удалось там, действительно, на данный момент уже успехи такие наши, мы построили футбольное поле, реновировали спортивный зал полностью, столовую, игровые комнаты, дарим подарки. Но хочется подчеркнуть, что принципом нашего общества мы не отдаем деньги наличностью и не покупаем вещи, которые, ну, скажем так, могут быть движимыми. Мы вкладываем в строительство и сами все проекты доводим до конца под ключ. То есть вы еще это курируете? А вы продолжаете следить? Есть все, куда деньги были, но мы их тратим. Нет, мы их не из Венеры, мы их курируем от начала до конца. То есть мы смотрим, чем дело закончилось, нам присылают фотографии счастливых детей, на футбольном поле, в бассейне, там где угодно, да, обязательно. А как вы отбираете одежду? По какому принципу? Это самое сложное, на самом деле. Ну вот у нас Ксения более эксперт по какой-то одежде, которая, ну, скажем так, является брендовой, скажем так, более ценной, потому что, да, у нас Рене более формально подходит к одежде, Ксения более изысканно подходит к этому. И поэтому мы, конечно, тут во всем уже полагаемся на ее вкус. Да, и соответственно. Ну ладно уже. Но на самом деле мы отбираем ее коллективно, очень коллективно, честно. И приходим как к общему знаменателю, да, и так, то есть вот... Мы можем подраться. Ну хорошо, если Ксения главная в этом вопросе, тогда каковы ваши критерии, насколько они строги? То есть какая одежда не пройдет фейс-контроль, чтобы попасть на гараж? Ксения, грязная, там, ну, не знаю, ну, я даже не знаю. Вы знаете, мы вчера как раз этим занимались, вот, наверное, с 8 утра до скольки, там, до 12, да, до 10. Ну вот, и поэтому у меня уже немножко, я даже не знаю, не знаю, что вам сказать. Ты уже видишь, у тебя уже, ты просто вот видишь, это да, это нет, это да, это нет, а это супер, да. Ну а в каких ценовых категориях примерно будет представлена одежда? То есть вот самый дешевый экземпляр и самый дорогой? Ну мы традиционно все-таки гаражная распродажа, это хоть и новые вещи, или действительно брендовые вещи хорошего качества, мы оцениваем их ниже рыночной стоимости, потому что это все-таки, как бы, действительно, задача продать, и действительно не заморозить эти суммы или, там, эту вещь дорогую. Поэтому вообще самый низкий порог это 5 евро. То есть достаточно много хороших вещей за 5 евро. За 5 потом 15, 20, 25, 40. Ну и в этом году у нас действительно поржены, у нас очень много меха, у нас шуба очень вообще дорогая. Вот не знаем, как поступить с этим, потому что отдавать ее за бесценок мы не хотим, и действительно либо устроим аукцион, либо как-то подумаем оценить ее еще. Ну, возможно, так что сегодня мужчины и женщины, мы же у вас с кошельками. Хотела сказать, что и модницы сами, те же, кто принимает участие с одной стороны, то есть те, кто приносит вещи, они же сами к нам еще и приходят. Ах так, да, конечно. И вот они-то точно знают, где скрываются настоящие сокровища. Я очень надеюсь, вот как раз-таки в расчете на таких девчонок мы эту шубу не будем отдавать за бесценок, это понятно. Ни шубу, ни остальные меха, которые у нас есть. Единственное, что мы не сказали, что нам здорово помогают латвийские дизайнеры. Фэшн-дизайнеры, которые, естественно, с радостью всегда отзываются на наши просьбы, и это говорит о том, что и на нашей распродаже можно купить совершенно новые вещи. Нас и Эм Кутюр поддержали, Александра Вестфаль, и Ирина Складнова, и Балучев, Тагил, Наташа Янсена. То есть это действительно уникальная возможность купить по низким ценам брендовые вещи от латвийских дизайнеров. В этом году мы еще практикуем, начинаем принимать подарочные карты от салонов красоты или фитнес-центров. То есть они тоже дают подарочную карту, мы ее оцениваем на 30% как минимум. Нет, ну смотри, номинал там было сколько, 200 с чем-то латов, да? У нас она 100 евро, извините. У нас просто... Вот вы говорите про модниц, а что касается модников, для мужчин тоже есть одежда в вашей распродаже? Это было в первый год, мужчины очень возмущались, жаловались, потому что, в принципе, активизировались в основном женщины, да? И мы сказали, что, девушки, теперь еще чистите гардеробы мужей. А также детские вещи. И детские вещи. А также ювелирные украшения и даже книги есть. Да. Нас поддержали четвертый сезон с Игна Мэроном персонально, она принесла свои поваренные кулинарные книги, поэтому их можно купить по специальной цене. У нас есть латвийский бренд «Верба» Аня Фанегина, который дает свои все уникальные в чем-то ювелирные украшения. И нам, конечно, еще помогают компании, без которых мы бы не справились, если честно. Да, хочется поблагодарить. Да. Они нам предоставили все вешенки и кронштейны. Это очень важно для... Очень. Ну, кроме того, что мероприятие заявлено как благотворительное, оно все-таки во многом носит светский характер и благодаря участникам, людям известным в нашем обществе. Но там, я знаю, будет сопутствовать еще ряд каких-то светских мероприятий. И вот сейчас есть такая традиция устраивать какие-то автопартии, припартии. Ну, мы устраиваем автопартии. Автопартии условно, конечно, для тех, кто задержится, для тех, кто придет попозже. Начнется автопартия сегодня в 9 и, соответственно, продлится до последнего посетителя. Равно как и наша распродажа, хоть условно указано, что до 9 мы будем торговать, но, по сути, если кто-то придет в 9-15, мы ему не откажем. Аня, надо добавить, что диджеи будут играть, они даже, наверное, с 6 вечера. То есть можно прийти действительно в кафе, выпить чашечку кофе или бокал вина, послушать музыку, и уже потом даже, может, это все перерастет в какую-то веселую вечеринку. Ну, мы не загадываем. Каждый раз что-то можно такое придумать. То есть это не просто, как я понимаю, формат копий-продай, пришел практично, купил и унес домой. Это действительно возможность хорошо провести время в компании. У нас очень классное место, в принципе, и кафе есть, и магазин есть, и там открытое пространство, и терраса. Но самое главное, что в самом конце нужно отметить, где это проходит. Это кафе Далия, квартал в спикере, Москова с 12, корпус 1. Академия. Продолжение следует...